Каждый день матча в групповом этапе – это жаркие баталии за теннисными столами. Сначала захватывающая борьба среди женщин, потом среди мужчин. В общей сложности соревнуются 32 команды. Среди них две московские сборные, а не действующие обладатели кубка. Понять, кто выиграет, никто, думаю, не предскажет. Очень хорошая команда у хозяев соревнований Краснодарского края. Очень опытная, сыгранная. Пока они идут без поражений, и у них тоже хорошие шансы на высокие места. В женском турнире, наверное, я скажу, что главный лидер – это команда Москвы. У них очень сильный состав. Соревнования командные. Собрались лучшие теннисисты России. Среди них Яна Носкова. В сентябре в Испании она стала серебряным призером чемпионата Европы. Прошел только месяц, и вот нужно вновь подтверждать свое мастерство. И уж, конечно, бороться в дальнейшем за золото на международных турнирах. Конечно, захотелось теперь в личных турнирах, может быть, что-то большее показать на чемпионатах Европы. Когда выиграешь в мандале, понимаешь, как это все реально, близко, и хочется больше-больше продолжать. То есть, несмотря, там есть какие-то даже травмы, то все это можно перетерпеть ради каких-то этих результатов. Не упустить свой шанс на победу – так настраивает себя практически каждый участник соревнований. Пока же столичные спортсмены пытаются защитить завоеванные в прошлом году кубки. Впереди еще два дня бескомпромиссной борьбы и интересных матчей. В центре спортивной подготовки «Югспорт» постоянно проводятся либо тренировки, либо соревнования. Зрительских мест здесь очень много. 17 октября состоятся финальные встречи. С 10 до 15 часов можно прийти и поддержать спортсмена в борьбе за почетный трофей. Елена Авсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.